В общем, как это все появилось на свет. Я много раз это рассказывал, но сегодня я не особо. Почему? Потому что сейчас в зале присутствует человек, благодаря которому, собственно, все это и получилось. Почему получилось? Я был обыкновенным учеником музыкальной школы, потом учеником вуза. И, в общем-то, мы работали так, как работают все среднестатистические школы. Среднестатистические школы, зуб, реложка, выучивание, повторение, ну и так далее. Вот. И так я попал в хор Иконика, который тогда еще был жив. Это был дом Органной музыки. И вот в 92-м году пришел человек просто на репетицию, наверное, было договорено. Вот. И он попросил у Иконика подвинуться и подирижировать оркестр. Тут происходит чудо. Значит, вот это вот публика, которая сидит у нас в оркестре. То есть я объясню, это степенные дамы с высшим образованием, с серьезными лицами, которые понимают, при слове «бах» становятся постойки смирно. Это так учат у нас, да? Вот эти серьезные люди вдруг оживают, перестают играть и начинают играться. Играться музыкой баха. Играться нотами этого самого баха. И вот я понял, что этот человек вдохнул в музыку жизнь. Она по этому просто была нотами. Тут она вдруг стала жизнь. Вот это был момент, который меня зажег. Когда я понял, что вот так вот можно. Тогда появился сначала детский коллектив, потом, когда детки подросли уже взрослые. Я хочу этого человека представить. Роджер Макмёррин. Если вы в курсе, значит, есть в Киеве другой коллектив, который называется «Киевский симфонический оркестр и хор». У нас любительский, а то киевский. Это разные коллективы. Они выступают у баптистов на подболе часто. Вот он его основатель. Он его основал в 93-м году. И я был участником этого хора. Роджер, покажись людям, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Георг Фридлик, я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок